Всем привет. Хорошо ли меня видно, слышно? Давайте определимся с этим. Сейчас нас уже становится чуть побольше. Будем собираться. Так, спасибо, вижу ваши плюсики. Так, ну что, у нас с вами был первый вводный вебинар, и он сразу был у нас, как говорится, сетевой. Касался он того, как нам начать инвестировать. Поэтому давайте немножечко, скажем так, начнем с базы, с личного финансового планирования, и вообще о том, с того, зачем оно нужно. Так получилось, что вы то самое поколение, на котором гораздо больше ответственности, нежели на любом другом поколении в предыдущее время. Всю нашу жизнь раньше планировали за нас там либо родители, было понятно там, в XIX веке кем станешь уже заранее, что ты будешь делать, вся жизнь была тоже размеренная, даже на ком ты женишься и видишь замуж, все было решено. Но сейчас планирование приобретает совершенно другую ценность, потому что, с одной стороны, мы хотим больше свободы, а с другой стороны, это весь обратный страна, медали этой, это ответственность. Конечно же, поэтому решение принимать очень тяжело. То есть сейчас у вас весь мир доступен, возможностей миллион, но, к сожалению, вся ответственность на вас. Не знаю, там, вышли замуж не за того, женились не на той, вся ответственность на вас. Вы сами это выбираете. Пошли не по тому пути, выбрали не ту профессию, как бы не получилось что-то в жизни заработать. Сами за это отвечаете. Ушли с какой-то работы, устроились не на ту работу, сами за это отвечаете. И, конечно, я хочу сказать, что у текущей молодежи, вот у вас, уровень ответственности колоссальный. Вот такого не было, наверное, в жизни никогда еще. Были единичные случаи, вот, когда в свое время тоже принимали решения самостоятельно. Вот, я, например, себя могу отнести к таким людям, но это было больше редкость, нежели состандарт, скажем так, да, определенный. Итак, ну, давайте с вами перейдем к основной нашей части. Еще раз представлюсь, меня зовут Лукачева Светлана. Мы с вами уже встречались в прошлый раз. Кто-то, может быть, помнит некоторые факты моей биографии. Повторяться не буду. Все перед вами на экране. Все виды образования, которые можно получить, было в России, соответственно, ну, заключением докторской. Поскольку я не занимаюсь научной деятельностью, я защищать ее не стала. Я получала, за рубежом тоже получила образование, и посмотрела, собственно говоря, а как это происходит там. Ну, и также перед вами на экране мои контакты. Это YouTube-канал и Instagram. Добро пожаловать. Всегда все самое интересное для вас. Итак, у нас сегодня с вами три больших блока. Первое – планирование жизни по возрастам. То есть мы посмотрим вообще, каким образом, например, вам нужно выполнить в определенном возрасте, там, например, в детстве, да, свои задачи. Если вы их не выполняете, что происходит в следующем возрасте? То есть и на каждом этапе у вас будет вот определенного рода цели. Минимум по три. Мы сейчас с вами рассмотрим по три. Дальше вы можете свои какие-то ставить. Второе, соответственно, мы посмотрим, как ставить цели и достигать их. Вот кажется, такая банальная вещь. Мы все знаем, как ставить цели. Нам изо всех челей об этом говорят. Ну, что-то нам мешает, да? Говорить будем о когнитивных ловушках, об искажениях умственных, да, поговорим о них, которые мешают нам достигать целей. Также поделюсь какими-то лайфхаками, которые мне помогали достигать целей. Ну, и третье – мы просто посмотрим, как собирается личный финансовый план, и как мы можем наши цели, которые мы ставим, в том числе в части инвестирования, да, то есть я немножко буду сегодня заходить на тему инвестирования в том числе, их реализовать. Значит, я не знаю, был ли кто-то на прошлом вебинаре. Давайте посмотрим. Поставьте циферку 1, кто был на прошлом вебинаре. О инвестировании, кто уже что-то знает, что-то видел. Мы говорили там немного о целях. И поставьте цифру 2, кто не был. Вот циферку 2, кто не был на прошлом вебинаре. 2, кто не был, единичка, кто был. Ссылки не было. Так, скажем организаторам, хорошо, что ссылки не было. Ну, двоих больше на самом деле. Хорошо, в любом случае рекомендую вам пересмотреть прошлый вебинар. Как раз-таки после сегодняшнего вебинара он пойдет еще легче. Касался он того, каким образом выбрать себя в инвестировании, быть трейдером или, наоборот, инвестором долгосрочным, да. Вот, сразу могу вам сказать спойлер, что ленивый инвестор выигрывает. Да, однозначно ленивый, как говорится в анекдоте, что лучший инвестор тот, который создал портфель и умер. Посмотреть можно во всех соцсетях, я так понимаю, коллеги сейчас мне подскажут, организаторы. У МГИМО, да, и да, у МГИМО. И в Инстаграме, я знаю, что там была размещена ссылка, и в ВКонтакте, и на Ютубе вы можете посмотреть. То есть все есть. Так что смотрите там. Очень интересный был вебинар. Говорили об открытии ИСа, говорили о таких предметных вещах, о том, как выбрать брокера, о том, как работает фондовый рынок. Ну и, конечно же, немножечко поговорили о принципах инвестирования. Да, какие шаги нужно сделать, прежде чем начать инвестировать. И один из первых шагов, кстати говоря, там был именно финансовые цели постановки. Сегодня более плотно поговорим о том, как правильно поставить финансовые цели. А начнем мы с планирования жизни по возрастам. Потому что это, наверное, такой, даже такой пред первого шага. То есть нужно понять, а где вы находитесь вообще, что происходит в вашей жизни сейчас. Напишите мне, пожалуйста, у кого из вас сформирована финансовая подушка безопасности. Причем составляет она 3-6 ежемесячных ваших расходов. С учетом платежей по кредитам. Если такие у вас есть. Если нет, то просто 3-6 ежемесячных расходов с учетом платежей по кредитам. Плюсики ставим «да» сформировано, «не сформировано» ставим «минус». «Финансовая подушка безопасности». Минус – это если не сформировано. 3-6 ежемесячных расходов с учетом платежей по кредитам. Итак, первый наш возраст будет касаться детства. Сейчас мы будем подробно о нем говорить. И он как раз таки длится от рождения до выхода на самостоятельное обеспечение. И вот это самостоятельное обеспечение, оно определяется не только финансовой подушкой безопасности, но еще несколькими факторами. Значит, какие это могут быть факторы? Вот для себя сами пометьте. Скорее всего, наверное, это может быть, там, не знаю, проживание отдельно от родителей, когда вы уже можете себе это позволить, когда вы самостоятельны. Напишите мне еще, накидайте идеи, что еще может быть таким фактором, говорящим о том, что вы находитесь на самостоятельном обеспечении. Вот это очень важный момент. Второй возраст – это возраст развития. Когда вы вышли на самостоятельное обеспечение, но пока у вас нет того, за кого вы отвечаете. То есть вы не создали семью, у вас нет иждивенцев. То есть вся ответственность только за себя. Потрясающий период. Сейчас он продлевается у многих многократно. Раньше он длился максимум лет 10-12. Сейчас он может длиться и 20 лет у кого-то. Кто-то долго не создает семью. И поэтому все это время, собственно говоря, вы отвечаете только за себя. Третий этап – это расцвет. Это от создания семьи до выхода на пенсию. Здесь самый основной маркер, конечно, наличие иждивенцев, наличие тех, за кого бы отвечать. Ну и четвертый этап – пенсия. Это, в общем-то, от выхода на пенсию и до конца жизни. Поэтому, когда мы говорим о детстве, то, ну, наверное, самым главным маркером – это, естественно, финансовая подушка безопасности служит. Потому что когда у вас происходит что-то в жизни, да, то вы должны рассчитывать только на себя. Вот если вы можете рассчитывать только на себя, вы не бежите в банк за кредитом, вы не бежите к друзьям, вы не обращаетесь к родственникам, то тогда это говорит о том, что, в общем-то, вы уже самостоятельны и в состоянии решать свои проблемы. Вот это очень важный нюанс, который для себя нужно отметить. Если этого нет, то просто к этому надо стремиться. Вообще-то, обычно, ну, как бы из возраста детства примерно выходит к 25 годам. Поэтому вот у вас время есть еще, и это совершенно нормальный срок для того, чтобы сформировать уже свою заначку и быть самостоятельным. Здесь же во всем этом возрасте детства есть топ-3 задачи. Это обучение, да, это номер один задача для этого возраста, потому что до 25 лет считается, что у нас мозг способен усваивать гораздо больше информации. Я хочу вам сказать, что я подтверждаю это. До 25 лет я немножко периодически буду к этому обращаться, к своему примеру. Значит, у нас с вами, я получала параллельно два образования. Параллельно было экономическое и юридическое с третьего курса. И сразу же после того, как экономическое образование юридическое было получено, я получала образование налогового консультанта. То есть соединила, по сути, такой микс двух образований, и в этот момент стало стоить дороже. Первые два были бесплатные, третье, естественно, оно как дополнительное годовое было платное. Но опять-таки, смотрите, вот до 25, чем больше знаний вы получите, чем больше навыков вы прокачаете, тем проще вам будет развиваться потом. Вот очень многие, например, учат английский язык там после 40 лет, после 30 лет. Это очень тяжело. Могу сразу сказать, что у меня сейчас английский находится на таком повседневном уровне. Раньше когда-то он на уровне был хорошим up and intermediate, потом немножко съехал. Но в любом случае я могу себе позволить и говорить свободно, и объясниться. Если даже что-то я забуду в вокабуляре, но это не так страшно. Вся эта база была заложена до 25. Вот это очень важный момент. Поэтому именно до 25 мозг в состоянии обрабатывать огромные потоки информации, которые потом, вот это вот развитие мозга, оно пригодится вам при освоении новых обучений. Там, например, после 30, после 40 у вас уже не будет такой косности, я бы сказала, да, вот именно. Частие принятия чего-то нового. Поэтому, да, обучение номер один. Hard, Soft, Digital Skills мы будем подробно говорить на вебинаре «Навыки будущего». Подробно поговорим о том, что актуально, какие профессии, что такое сетевой мир, как он устроен. Это отдельный вебинар. Обязательно будем у нас с вами в расписании очень много вебинаров, и мы это будем отдельно изучать. И, конечно же, здесь совмещение обучения с практикой. Если у человека есть опыт, стабильный доход и моральная готовность, то он готов. Да, наверное, он действительно готов быть самостоятельным. Поиск своего предназначения. Вот смотрите, очень многие думают, ну вот если я там сейчас сразу не найду свое предназначение, как первая профессия, и вот ничего-то не получилось. То все считают, что пиши пропало. Вот я тоже, мое первое место работы было в 19 лет в Московской сотовой связи. Я работала специалистом на телефоне, это было 3-0 тогда, ну вот справочная служба условно. И это был график, который мне очень сильно подходил. День-ночь я сработала в 12 часов, потому что было еще два вуза параллельно. И в связи с этим это помогло мне немножко определиться и понять, что это не совсем мое. С другой стороны, я проработала там 3 года. Я могу сказать, что те навыки, которые я там получила, а именно навыки коммуникации, коллаборации, мягкие навыки прокачала, я не сразу их оценила. Я оценила их гораздо позже, лет через 10 только. То есть, с одной стороны, мы не знаем, какие навыки нам пригодятся, а с другой стороны, нам любые вот такие вот опыты позволяют понять, а это наше или не наше. Очень важный момент. И уже потом, спустя там получение образования, опять-таки вот проработав 3 года в московской связи, сотовой связи, я поняла, что я хочу идти по предметной какой-то области. У меня конкретно это была юридическая сначала стезя, такой микс юриста и налогового консультанта, ну в связи с получением образования нового. Поэтому здесь не бойтесь искать свое предназначение. Это очень важный нюанс. То есть пробуйте разные сферы. Это нормально, что вы можете в одной сфере побыть 2-3 года, и не получится, и пойдете совершенно в другую. Это абсолютно норма. Как помочь себе найти предназначение? Есть несколько, соответственно, таких вариантов помощи, которые я для себя использовала. Это 360. Я опросила людей вокруг себя, что они считают, я делаю хорошо, они мне ответили на эти вопросы. Есть еще вопросы тест DISC, можете тоже пройти его, ну, в принципе, он как вариант вам, по крайней мере, покажет какие-то направления. Также в предназначении вы можете, ну, то есть самое главное – это действовать, потому что если вы никуда не идете, то есть это вы никогда не поймете, куда нужно прийти, ну, и пользоваться какими-то другими тестовыми системами. Но всегда смотрите на тесты, как такие, знаете, вот пробные шары. То есть не надо к ним относиться, вот если вы там кто-то гуманитарий, а кто-то математик. Ну, какие-то, наверное, склонности есть у человека, но в большинстве своем я не очень в них верю. Поэтому я считаю, что нужно, а, пробовать, б, не ставить никакое клеймо на себе ни в коем случае. Любые навыки пригодятся, и мягкие, поверьте мне, как руководители, очень даже пригодились на будущее. Поэтому, да, поиск своего предназначения в детстве до 25 лет, пока вы не устаканились – идеальный вариант, просто идеальный. Значит, мы это все делаем для того, чтобы понимать свои слабые и сильные стороны. И здесь же мы осваиваем основы финансового планирования. Это постановка финансовых целей, то, что мы сегодня обязательно пройдем, это очень важный этап, и ведение доходов и расходов. Здесь мы не говорим еще о каком-то полноценном финансовом планировании. Если вы можете, например, раньше переходить, это уже следующий этап будет, задача его приоритетная, пожалуйста, переходите. Сейчас я говорю те минимальные задачи, которые нужно выполнить для того, чтобы в свое детство пройти, скажем так, корректно, эффективно, и уже выйти к следующему этапу с таким хорошим багажом, да, и уже там какие-то огрехи не загребать, когда у вас дети появились, а финансовой подушки все еще нет, да, это тоже. Здесь, правда, можно сказать, что у нас так полуроссия живет, да, вы знаете, есть такая проблема, а финансовая подушка безопасности есть не у всех, просто потому что в советское время, опять-таки, у нас не было принято отвечать самому за себя. Вспомним, да, я в начале, с самого начала сказала, у нас вебинар сейчас, то есть я специально посвящаю тем людям, на которых ответственности в сто раз больше, чем на тех, которые жили, например, в советское время. Им уже заранее определили, где они будут учиться, куда их распределяют по работе, также, соответственно, кто у них будет женой или мужем в большинстве случаев, когда они будут рожать, будут ли они рожать или не будут, все это уже было определено либо обществами, либо теми людьми, которые их окружали, ну и в целом с семьей тоже определялось достаточно много. Поэтому сейчас у вас свобода больше, ну и ответственности гораздо больше. Представляете ли вы, что экономисты обязаны учить иностранные языки, или это не обязательно в данной сфере? Ну, с учетом того, что у нас есть, так называемые, вернее, скоро появятся, я надеюсь, через 5-10 лет онлайн-переводчики, синхронные прям вот онлайн, которые будут достаточно неплохо переводить, потому что письменные сейчас уже неплохие, то эта тема, в принципе, наличие языка, она отпадет как таковая с точки зрения технического необходимости, то есть наличие просто переговорить, техника такая. Но он останется для того, чтобы вы могли развивать себя, то есть в большей степени как такое саморазвитие, да, там, самоулучшение, ну и, наверное, просто желание, может быть, пообщаться с кем-то лично, если вы не хотите, чтобы это был вот синхрон постоянный, который вас приводил. Есть еще и диалекты, да, есть еще и какие-то идиомы, соответствующие, там, set expressions, например, на английском, да, это устойчивое выражение, которые там тоже не всегда переводчик, может быть, будет идеально, вернее, переводчик такой онлайн будет идеально переводить. Поэтому английский можно изучать для своего собственного развития. Мне это было интересно именно таким образом. Итак, топ-3 задачи на следующем этапе – это возраст развития. Напишите мне, пожалуйста, поставьте цифру 3, кто сейчас уже работает. Цифру 3, кто сам работает, соответственно, неважно, сколько вы зарабатываете, даже небольшую сумму не имеет значения, цифру 3. Напишите, пожалуйста, кто работает самостоятельно, да. Итак, я говорила, что даже если вы не вышли на самостоятельное обеспечение полностью, у вас не сформирована финансовая подушка безопасности, это никаким препятствием не является к тому, чтобы вы совмещали всегда обучение с практикой. Напомню, что я училась одновременно в двух вузах, с третьего курса пошла работать. И именно это дало мне, может быть, гораздо больше возможностей, чем моим сверстникам, которые этого не делали. Сейчас я говорю о классической карьере, о классическом таком успехе, да, не ошибке выжившего, когда мы смотрим на успешного человека, и, условно выражаясь, за ним что-то стояло или какие-то события случайные, хотя там тоже самое, Стив Джобс тоже были случайные события. А у меня достаточно, как я это называю, примитивная карьера очень с точки зрения того, что в ней не было ни падений, ни взлетов, но она была очень стабильной. И связано это в том числе и я связываю, да, в связи с тем, что я училась достаточно много до 25, даже до 30 лет. Поэтому не откладывайте то, что вы можете сейчас сделать. Вот, поверьте, энергии у вас хватит на все. Вот сейчас, может быть, там, когда мне 40 лет, мне сложно уже что-то там совмещать, да, и семью, и там, и обучение много, и какую-то работу, и проектов, огромное количество финансовой грамотности. Но когда вам 20 лет, поверьте, вы можете совмещать абсолютно все. Все возможно. Итак, возраст развития. Вы вышли на самостоятельное обеспечение. Здесь тоже есть топовые три задачи. Первое. Вы продолжаете совмещать обучение с практикой. И еще такой самый распространенный вопрос – а стоит ли мне заняться этим занимательством? И вот ответ вас удивит. Я вам хочу сказать, что стоит. Именно этот возраст, именно в нем нужно заниматься предпринимательством. Не когда вы создали семью, вам необходима финансовая стабильность, а у вас тут еле концы с концами вы сводите еще и ипотека, потому что нужно расширение жилплощади. А именно тогда, пока семьи нет, вам нужно заниматься предпринимательством. Поэтому если кто-то вас будет отговаривать, говорит, что вы еще молоды, что вам еще, не знаю, рано заниматься, что это большие риски, вы сейчас можете их принять, потому что у вас нет ответственности за других людей. Только при условии, что вы в состоянии отвечаете за себя. То есть, пожалуйста, пробуйте и смотрите, что вам больше нравится. Вы хотите заняться предпринимательством или вы хотите быть наемным работником? Кстати, давайте мне вот интересный опрос. Я сейчас немножко, может быть, разденчаю миф по поводу тех аспектов, которые есть наемный работник и предприниматель. Напишите мне цифру 4, кто хочет стать предпринимателем, и цифру 5, кто хочет стать наемным работником. А я сейчас вам скажу кое-какие моменты, которые, может быть, перенаправят вас или скорректируют что-то потом по жизни. 4, кто предприниматель, 5, наемный работник. Как считаете, 60 лет является барьером перед работодателем? Нет, не является, судя по тому, что нашему президенту 68, хотя он сам себе работодатель. Ну, шутка, конечно, но я считаю, что не является. Все зависит от конкретного человека. Если у вас соответствующие навыки есть, и вы ценны, то, конечно. 4, я смотрю, что кто-то в большинство ставит четверки. Давайте я немножечко с одной стороны вас подбодрю. Это здорово, что вы хотите стать предпринимателем, потому что это действительно больше риск, а больше риск не пречет за собой больше ответственности. Но сразу же хочу отметить очень важный момент. Когда вы начинаете что-то делать, ну, вот вы становитесь предпринимателем, то у вас сразу есть такой, может быть, иллюзия, что вот моя идея такая классная, она должна покорить весь мир. Очень часто бывает так, что идеи, конечно, весь мир не покоряют. Вы знаете статистику, что всего лишь 5% из 100 предпринимателей в течение трех лет не заканчивают свою деятельность. То есть продолжают после трех лет какую-то деятельность, даже пусть другую, но вообще в принципе продолжают. А 95% вообще уходят из тези предпринимательства. Поэтому, опять-таки, это идеальный возраст для начала, да, почему я об этом говорю. Но еще есть очень важный нюанс. Сейчас, когда мы живем в эпоху мегакорпораций, олигополий, так называемых, с точки зрения экономики, нам очень сложно конкурировать с большими компаниями, да. И сейчас, когда вы основываете свой стартап, подумайте об этом. Ведь большинство стартапов, которые сейчас есть, посмотрите, куда они выходят. Если они, ну, то есть не очень большие и не могут себя вырастить в Телеграм, условный, да, то они либо продаются кому-то, в большой какой-то компании, соответственно, это первый вариант, либо они продаются какому-то другому собственнику, который готов дальше этим заниматься. Очень часто, когда мы начинаем какую-то идею нашего стартапа, мы не думаем о выходе из этого стартапа. Вот сейчас, несмотря на то, что вы можете, и у вас есть возможность начинать рисковать, сразу же, как только вы будете начинать, подумайте, как вы хотите, собственно говоря, как вы видите это хотя бы через три года. Ну, план, понятно, минимум делается на два-три года, никак меньше он не делается однозначно для стартапа. В любом случае, в этой теме очень важно смотреть вперед. То есть посмотрите, потому что конкурировать одуванчиком, я прошу прощения, с огромными предприятиями, ну, сложновато. Поэтому чем на самом деле более приземленного будете воспринимать свой бизнес, тем больше шансов добиться успеха. Вот это вот совершенно парадоксальная вещь, которая, казалось бы, нужно иметь такую какую-то мечту невероятную, верить в нее безоговорочно. Вот сейчас это уже не так сильно работает, именно потому что у нас рынок стал не совсем конкурентным, я бы так сказала. То есть поэтому это надо учитывать, когда вы создаете свою компанию. Но если вы понимаете, что вы создаете свою компанию, вы очерчиваете уровень своей ответственности, у вас не стоит задача сразу, там, через три года стать Стимом Джобсом, а если вы не станете, то зачем мне такое предпринимательство? Если вы трезво оцениваете взгляд, то это совершенно нормально. Тогда идите по этой стезе. Итак, если у человека две судимости до 25 лет, сможет ли он найти работу? Ну, конечно, сможет. Вопрос, какую работу и на какие деньги? Значит, группа БД. 50% предприниматель, 50% наемный работник. Хорошо. Группа БД. Кто это такие? Интересно. Не знаю. Группа БД 2.1. Итак, второй момент с точки зрения профессионального развития мы с вами отчетили. Второй момент – страхование. Вот здесь была финансовая подушка безопасности. Но дальше вы начинаете понимать, что особенно если вы собираетесь предпринимательством заняться, есть еще понятие каких-то жизненных рисков других. У нас есть с вами здоровье, которое может попортиться, и в этом случае мы теряем активный доход. У нас с вами есть наши имущества, которые, может быть, тоже испорчены, и, соответственно, тоже нам понадобятся денежные средства дополнительные для того, чтобы его восстановить. Не знаю, там, пожар мы затопили, в том числе, и кого-то затопили. Это ответственность уже наша перед третьими лицами. И в этой ситуации финансовой подушки безопасности просто может не хватить. Вот здесь нужно уже дополнительно свои инструменты расширять. Когда мы говорим, здесь мы уже можем говорить, ну, если не о страховании жизни, то как минимум о страховании здоровья. Если у вас есть ДМС на работе, прекрасно. Если его нет, то его нужно оформлять, потому что ОМС не во всех случаях вам помогает. Второй момент – обязательно страхование имущества, конечно же. То есть нужно самое основное имущество, особенно которое приносит вам доход, особенное имущество, которое приносит доход, обязательно застраховать. Итак, таким образом можно развивать свою нишу до совершеннолетия. До совершеннолетия можно развивать абсолютно двумя способами. Первый – вы можете в 16 лет пройти процедуру эмансипации и стать взрослым, то есть стать дееспособным. Есть несколько факторов для этого – это открыть свое дело. Второй – жениться. Тоже, кстати, вариант стать дееспособным, да? То есть вот это все факторы, которые могут позволить вам по суду признать вашу дееспособность и уже самостоятельно нести все права и обязанности, как будто вам уже 18+. Это первый вариант. И второй вариант – просто работать постепенно с кем-то в команде, развивать себя с точки зрения навыков пока что, а потом уже двигаться дальше. Кстати, всем рекомендую на моем YouTube-канале посмотреть интервью с Ильей Сачковым. Это специалист по кибербезопасности, такой условный Шерлок Холмс в цифровом мире. Посмотрите, очень интересный парень, который сам основал свою компанию в 15 лет и достаточно преуспел. То есть прямо вот рекомендую посмотреть, потому что он такой условный самурай, у него такой специфик мышления самурая, но она интересная, мне она тоже близка. Итак, про создание пассивного дохода. Это тот возраст, когда уже можно думать, не только можно, а нужно задуматься о создании пассивного дохода. Когда мы говорим, что такое пассивный доход, это то, что мы обсуждали в прошлый раз. Это инвестирование, долгосрочные какие-то цели вы ставите, да, но при этом при всем мы должны смотреть на баланс удовлетворения текущих и будущих потребностей. Очень часто бывает так, что вы начали зарабатывать, и вот у вас первые заработки. Естественно, первое, что хочется сделать, что потратить. Не знаю, там, мне хотелось очень сильно помочь родителям, я просто про свой опыт могу сказать, да, и при этом при всем поддержать их, потому что чего-то родители никогда не видели, а тут, соответственно, вот все свои первые деньги, которые я получала, я полностью вкладывала в родителей, в улучшение их жизни и так далее. Ну, в 20 лет, в 19, соответственно, как у меня были. Поэтому, да, здесь нужно понимать. Но с другой стороны, нужно уже создавать свой пассивный доход. Чего я, например, не делала в 20 лет. Что могла бы уже начинать, а так, к сожалению, упустила 20 лет сложных процентов. Ну, не 20, а 10. 10 лет до 30 лет упустила сложные проценты. Это очень важный момент. Итак, поэтому смотрите. Текущие потребности и будущие ваши желания, которые вы хотите удовлетворить, в том числе желание прийти к финансовой независимости. Кстати, вот мне интересно, есть ли у вас такая мечта, как стать финансово независимым? Поставьте плюсики, кто мечтает стать финансово независимым. Польша МГИМО часто просматривает ваши вебинары. Спасибо за советы, которые вы даете нам. Пожалуйста. Так, есть. А теперь давайте мечту оцифруем. Ваша финансовая независимость в цифрах в каком виде выглядит? А я вам примерно скажу, сколько нужно иметь денег на счете, чтобы вашу финансовую независимость обеспечить. Давайте. Какие цифры для вашей финансовой независимости? Угу. 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 Так. Знаете, это такая привлекательная цифра. Миллион. Хочу заработать миллион. Значит, она утопична. И наш мозг, он так устроен, что, когда вы им показываете цифру и говорите, я хочу зарабатывать один миллион долларов, рублей, чего угодно, я думаю, что рублей тоже для вас будет многовато, даже сейчас, он смотрит на эту задачу как на страх, то есть на какую-то страшную задачу. И уже, то есть эта тема доказана абсолютно, с точки зрения гнете на психологии, он ее боится и к ней не стремится. Поэтому, когда вы ставите себе задачу чего-то достичь, то вы себе ставите доход не один миллион, соответственно, а два-три ваших текущих дохода. Вот ваш текущий доход, например, 50 тысяч рублей. Вот ваша цель ближайшая должна быть какая-то, да, там, на два-три года, это сделать два-три дохода, 150 тысяч. Потом еще два-три дохода. И так вы доходите до миллиона, сто миллиарда и так далее, и так далее. Если вы ставите при зарплате в 30 тысяч рублей цель заработать один миллион, то, я вас уверяю, вы с большой вероятностью ее не достигнете, только если ее постоянно не пересмотреть. Итак, давайте я вам просто для примера скажу, что для того, чтобы вам зарабатывать 20 тысяч рублей в месяц, вот, кстати, я вам рассказывал про две судимости, да, значит, можно, в принципе, даже вот, имея две судимости, 20 тысяч рублей на активном доходе где-то найти и заработать. Но для того, чтобы зарабатывать 20 тысяч пассивного дохода, то есть чтобы деньги работали за вас, вам нужно на счете иметь как минимум 2 миллиона 400 тысяч рублей. При этом, при всем, эти денежные средства будут у вас инвестированы по ставке 10% годовых. А если ставка у вас более консервативная, например, 5, то сумма будет в два раза выше – 4 миллиона 800 тысяч. Если ваш запрос – это 200 тысяч, например, а не 20 тысяч в месяц, то просто рисуйте нолики дополнительные ко всему, и вы поймете, что для того, чтобы у вас было 200 тысяч в месяц, это уже не 2 миллиона 400, а 24 миллиона. Поэтому, когда мы говорим о том, что я хочу стать независимым, финансово-независимым, мы должны для себя посмотреть, что это за сумма в месяц, ее действительно оцифровать, понять, куда мы ее тратим, потому что это тоже немаловажно, уметь жить с такой суммой, уметь ее тратить, а не просто вот разбрасывать, уметь управлять, наверное, я бы так сказала правильно, и уже какой капитал нужно сформировать под нее. Вот тогда четко будет понятно, тогда вы будете знать, что вот я хочу вот эту сумму, мне нужен такой-то капитал под нее, реалистично такой капитал создать, и после того, как вы его создадите, вы становитесь, по сути, финансово-независимым. От какой накопленной суммы стоит начать создание пассивного дохода? От любой. Мы с вами говорить будем об этом в следующий раз, по-моему, у нас стоит вебинар как раз-таки про финансовый инструмент начинающего инвестора, это продолжение, вторая часть того вебинара, который был в прошлый раз, и мы будем говорить об инвестировании от тысячи рублей. Я вам конкретные инструменты буду называть, как это делать правильно. Ну что ж, я надеюсь, что я немножко вас остудила в пыли до 30 миллиардов, что там хотел зарабатывать. Очень важно, очень важно для себя понимать все-таки четкость цифр, потому что как только вы от балды пишете любую цифру, поверьте, вы, наоборот, себя сковываете, не даете возможности идти даже маленькими шагами к тому самому миллиону или миллиарду. Сформулируйте для себя все эти цели. Итак, идем дальше. Возраст расцвета – это когда у нас появляются дети. Мы сейчас быстренько пройдем два возраста, потому что, может быть, для большинства из вас они неактуальны, но я хочу заострить два момента в каждом возрасте критичных. Вот когда мы говорим о возрасте расцвета, здесь номер один – это финансовая стабильность, конечно же, и погашение кредитных займов, потому что, по сути, возраст расцвета заканчивается переходом на пенсию. Вы должны выйти уже на пенсию без кредитов и займов. Если есть родители у вас, бабушки, дедушки, вы, наверное, можете по ним тоже посмотреть, кто из них с кредитами выходит на пенсию и что дальше происходит. Значит, далее, соответственно, работа со своим окружением, оценка, отбор, качество и расширение окружения. Так происходит, что в момент создания семьи ваше окружение в большинстве случаев сужается. Это нормально, это происходит со всеми, потому что семья отбирает достаточно большой ваш ресурс. Но при этом при всем нужно осознанно подходить к этому и просто расширять свое окружение. Может быть, что называется, дружить семьями. Это тоже хороший вариант. И здесь же мы говорим о профессиональной реализации. И вот здесь вот тот самый ключевой момент возраста расцвета. Как у нас с вами построена жизнь большинства людей? Вот вы такие в расцвете сил сейчас работаете, учитесь, у вас активный доход, много сил и все остальное. Вот вы к 50 годам строите свою карьеру, 45-50, прекрасный пик карьеры. Потом такое плато, потому что потом вы перестали развиваться и перестали себя прокачивать, даже, может быть, еще раньше перестали это делать, соответственно. И что происходит потом? Потом можно два варианта. Либо вы заканчиваете, как минимум, на плато, и это хороший вариант. Либо второй вариант – вы заканчиваете, в большинстве случаев, это называется сценарий бедности, вы заканчиваете карьеру старшим помощником, младшего дворника. Очень важный момент – вот этот вот, не потерять его. Если вы перестаете профессионально развиваться, то, по сути, потом спрос на вас, как на специалиста, к 60 годам падает. Вот вы спрашиваете, в 60 лет можно ли использовать, вернее, можно ли устроиться на работу? Конечно, можно. Только вопрос, прокачивали ли себя вы при этом или нет. Если нет, то вы устроитесь, но будете просто получать очень малые средства. Поэтому вот для себя помните, что ключевым фактором в возрасте расцвета является постоянная прокачка себя, окружения, не забывать об этом, чтобы ваш сценарий жизни не превратился в сценарий бедности пенсии. Итак, пенсия. У нас здесь с вами есть несколько вариантов деятельности, самореализация через наставничество. Коллеги, давайте мы закончим переписку по поводу личной жизни других людей. Я думаю, что это, как минимум, неприлично. Мы будем обсуждать, да, и мы все-таки вернемся сюда и будем обсуждать нашу жизнь. Мы для этого здесь собрались. Вот я ничего… Мне интересна моя жизнь, я хочу ее обсуждать, да. Мне интересно там, что вы думаете о каких-то вопросах, да. То есть, ну, как бы мне не очень интересно думать о том, что у кого там где. Давайте мы вот в вашей жизни и нашей посмотрим, что с ними происходит, да, насколько это возможно. Там вы мне задавали вопрос по поводу финансовой подушки безопасности. Нет, я не формировала ее в самом начале, как раз 20 лет, это была стандартная ошибка, поэтому периодически у меня где-то с 20 до 25 при очень хорошем, при очень хорошем доходе. То есть мой доход тогда, когда я пришла в 98 году, в самый пик кризиса, я сейчас помню, по-моему, был в районе 700 долларов. То есть это очень неплохой был доход на тот момент. Но при этом при всем периодически все равно были кризисы денег, именно потому что финансовую подушку я не формировала. И вот это вот желание как можно больше потратить, оно захватывало, действительно такое бывало. С 25 как-то все это более-менее выровнялось, потом стало все, с 30 уже вообще вопросов, когда не возникало, там уже начались инвестиции какие-то долгосрочные. Итак, значит, тогда мы с вами идем дальше. Пенсия. Самореализация через наставничество – это и волонтерская деятельность, и профессиональное наставничество. Вот у кого есть бабушка, напишите, пожалуйста, кто из них на пенсии сейчас работает или, например, наставничает. Ну, то есть, не знаю, там, может быть, бесплатно волонтером выступает где-то, или там, может быть, как активист участвует. У нас, например, там есть в Москве московское долголетие, там активное долголетие, по-моему, называется в Подмосковье. То есть кто-то вот из ваших бабушек и дедушек участвует в такой вот активной жизни на пенсии. Если кто-то, приведите пример, вот кто участвует, чтобы можно было тоже поделиться этим. Финансовый контроль. Это очень важно здесь, потому что у нас нет шансов дополнительно какие-то источники иметь. То есть у нас уже активный возраст закончился. Так работать, как раньше, невозможно. Я это вижу по своим родителям. Да, все-таки возраст есть возраст, и определенного рода вещи берут свое. Ну, и, конечно же, здесь вот это вот поддержание связей социальных и обучения, оно идет для профилактики деменции. Потому что пока деменцию не научились лечить, и очень велика вероятность к 90 годам, а у тех, кто сейчас очень сильно цифровизирован и к более крайнему сроку войти в деменцию. Поэтому следите за этим. Помогайте, может быть, вашим бабушкам и дедушкам, вашим родителям. Это очень важно. Сохраняйте их социальные связи. Общайтесь с ними, да, поддерживайте вот это вот общение, потому что это будет расширять им возможности какие-то, и помогать сохранить вот это вот, сохранить когнитивные способности и тем самым таким-то образом быть вот вместе с вами. Да, на данном этапе времени мы часто встречаемся, встречаем активных пожилых людей. Это очень важно, да. И вот вы пишете, да, Рейн, работает, преподает. Это даже если небольшие денежные средства будут, то это тоже можно делать. Кстати, вы знали, что дети обязаны содержать своих родителей на пенсии. Причем в наших государствах после повышения пенсионного возраста. Да, вы знаете о повышении на пенсионном возрасте. Поставьте плюсики. Да, кто знает, что у нас с 23 года 65 лет для мужчин, 60 для женщин. Но очень интересная вещь. При этом при всем содержать родителей детям необходимо раньше. То есть если ваши родители не в состоянии себя содержать, то суд может обязать детей содержать своих родителей с 55 и 60, соответственно. То есть так, как раньше выходили на пенсию нашей мамы там и папы. 55 для женщин, 60 для мужчин. То есть представляете себе, что в случае, если ваши родители не работают, суд может обязать вас. Да, это не уровень выплаты алиментов. То есть это не какой-то конкретный кусок, который у вас будет отпиливаться. Посмотрят, естественно, на совокупность ваших доходов, на то, что, может быть, у вас есть дети, и вам самим не на что. Вы там последний кусок доедаете. Но в любом случае какую-то часть суммы вы будете отправлять на содержание родителей. Поэтому помните об этом. Никуда это не делось. В законе это осталось. 55 для мужчин, 60 для женщин. Дети обязаны содержать своих родителей. Ну, я, в принципе, считаю, что мы обязаны это делать просто в силу обстоятельств. Ну, то есть я так сама делаю очень давно уже. Вот, помогаю своим родителям. Но для многих это может быть непосильной ношей, особенно если у вас вот те финансовые аспекты, которые по жизни надо было закрыть, они просто не закрыты. Итак, мы с вами переходим к сравнению как раз активного и пассивного дохода. Мы кое-что уже об этом с вами проговорили, поэтому не будем останавливаться. Значит, то ситуация следующая. Как можно увеличивать свой активный доход? Сейчас отвечу на ваш вопрос, Родион. Значит, активный доход можно увеличивать только двумя способами. Вот, либо свои навыки прокачивать, и вы становитесь каким-то топовым экспертом, которому просто больше платят, да? Либо второй вариант – это увеличивать масштаб деятельности своей через предпринимательство. То же самое. Вот франшизы, те же самые предпринимательства. Тоже в том числе желание масштабировать себя в предпринимательстве и таким образом зарабатывать больше. Потому что у нас с вами 24 часа в суток. И никаким образом мы не можем больше, нам нужно еще спать, когда-то есть, отдыхать и так далее. То есть невозможно заработать всех денег. Нужно понимать, что если у вас какая-то будет специальность из области там, ну, я не знаю, сейчас предположу, там, например, есть специальности, в которых время играет роль. Это стилисты, маникюр, это какие-то вот такого рода низкого уровня профессии. Мы с вами будем об этом говорить на вебинаре «Навыки будущего», соответственно. То есть здесь у вас будет лимитированная возможность заработать, здесь только прокачивать свои навыки и стоить дороже. То есть где-то сиделка стоит, не знаю, там, 100 рублей в час, а где-то сиделка стоит, не знаю, 500 рублей в час. Потому что она умеет делать, не знаю, там, капельницы. Я для сравнения сейчас примерно говорю, да. То есть вот очень важный момент. Про масштабирование предпринимательства, опять-таки, франшиза. То есть вы можете нанимать работников и так далее, и так далее. У вас может быть несколько бизнесов. Но с пассивным доходом все гораздо проще. Здесь у вас автоматически происходит масштабирование за счет эффекта сложных процентов. То есть почему очень важно начать в 20 лет, да. Потому что если вы с 20 до 30 лет, например, в отличие от меня, не потеряете сложные проценты, то это уже за 10 лет сложные проценты, которые в два раза увеличивают вложенную сумму. Просто даже если вы ничего больше не добавляете, положили 100 тысяч в 20 лет, получили к 30 годам 180 тысяч по ставке, например, 6 годовых примерно. То есть если это будет ставка больше, значит, вы получите больше. То есть почти в два раза сумма увеличивается. Ну, то есть, а если вы будете еще какую-то сумму довносить, а не только просто 100 тысяч изначально положить, то она будет еще больше. То есть вот это все мы как раз с вами будем обсуждать на теме по инвестированию. Вот, это уже будет чуть подробнее. Поэтому пассивный доход в этом плане гораздо проще. Деньги работают за вас, но здесь нужен первоначальный капитал. Поэтому, чтобы иметь тот самый миллион или даже 200 тысяч, нужно достаточно как бы большое количество миллионов иметь на счете. Это примерное соотношение тех структур дохода. Там, не знаю, активный и пассивный доход очень примерное. Вот, поэтому здесь, наверное, на него ориентируйтесь так, в более-менее таком вот ориентировочном. Дальше все зависит от вашей конкретной ситуации. А если родители лишены своих прав? Если родители лишены своих прав, то вы не обязаны его содержать. Вот это очень, да, хороший вопрос, спасибо. Если были лишены, то нет. У вас такой обязанности не существует. Просто вы предъявляете документ, что родители лишались, не помогали, и в этой ситуации не будет обязанности. Более того, действительно, есть родители, которые прям подавали, я знаю, судебные решения, поскольку много работаю с детскими домами. Для того, чтобы их содержали дети, дети предъявляют документ о том, что родители были лишены прав и не платят ничего, естественно. Могли бы вернуть предыдущий слайд на секундочку. Это про маховик сбережений. Давайте вернем. Про маховик сбережений. Маховик сбережений – это то, что вам нужно научиться раскрутить. Это то, о чем мы говорили в том числе в прошлый раз. То есть весь смысл пассивного дохода заключается не в сумме, которую вы откладываете, а в том, что вы делаете это регулярно. Помните, я вам говорила, что мы с вами будем на следующем вебинаре обсуждать инвестиции с тысячей рублей. Вот есть возможность тысячу рублей откладывать? Откладывайте ее. Не гнушайтесь. У нас очень многие люди, понимаете, они боятся малых цифр. Им кажется, что если я сейчас назову, какой доход я хочу иметь, я должен назвать там миллион. Я буду выглядеть очень солидно. Миллиончик-то солиднее. А на самом деле нужно четко понимать, где ваши на данный момент ресурсы находятся. Если бы сейчас вам достаточно было бы иметь доход 100 тысяч рублей в месяц, вот сейчас, и в целом это закрывало бы ваши потребности, это хорошо. Это здорово. То есть вы уже сейчас понимаете, какой доход вам нужен сейчас. Поверьте, если вы это понимаете сейчас, это означает, что у вас шанс иметь миллион в 100 раз больше, чем у тех, кто сразу называет миллиарды. Поэтому никогда не бойтесь называть реальные суммы. Ничего страшного в этом нет. И как бы все мы, люди, понимаем, что рост идет постепенный. Кстати, очень часто те, кто много зарабатывали вначале, потом знаете, что не все у нас артисты даже, которые хорошо зарабатывали, хорошо закончили. Поэтому деньгами надо уметь распоряжаться и управлять правильно. Итак, переходим к тому, как ставить цели. Вообще может возникнуть вопрос, зачем ставить цели. Мы долго это уже сегодня обсуждали в начале. Я сказала, самое главное – это вопрос ответственности и управления своей жизнью. Именно для этого нужно вообще целеполагание выстраивать, потому что если вы выстроите неправильное как-то в своей жизни что-то самостоятельное, то, скорее всего, вас уже никто особо сильно не поддержит. И я имею в виду как общество, как раньше, как в советское время было. То есть вы поехали на целину, вам тут предоставили квартиру, вам тут решили за вас, с кем вы будете жить, за вас решили какие-то другие проблемы, вам есть, где есть, где жить и все остальное. То есть все решено за вас. То сейчас такого нет. Ответственности больше, но и выбора с другой стороны больше. Зачем мы ставим цели? Вот представьте себе, что вы живете так и думаете, да вообще неопределенность полная, вот пандемия наступила, и что я буду ставить цели? Но проблема заключается в том, что если вы цель не поставили, вы вообще не понимаете, куда двигаться. И вы как вот то самое в проруби, которое болтается и не знает, куда ему прибиться. Потому что если вы не понимаете, куда двигаться, то у вас, во-первых, еще нет повода оценить свои ресурсы сейчас. То есть какой смысл мне сесть и оценить, а что у меня есть, чего у меня нет? Никакого смысла абсолютно нет. Поэтому вот очень важный момент для себя понимать, что постановка целей определяет вообще то, куда вы двигаетесь, позволяет вам оценить ваши ресурсы, но, естественно, взвесить риски и выгоды, хотя бы подумать, то есть хотя бы задуматься, потому что так смысла задумываться нет, как белка в колесе, крутитесь, 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 и вроде как нет необходимости что-то, о чем-то думать. Итак, значит, по поводу вложения средств на все вопросы будем отвечать на следующем вебинаре. Поэтому дальше уже будем двигаться. У Сбера есть услуга «Финансовая подушка». Все, в следующий раз отвечу коллеге. Или, может быть, знаете, там после вебинара. Да, вот в конце вебинара отвечу на вопросы, не касающиеся этого вебинара. Ага. Значит, про перспективы предприятийской деятельности я уже говорила вначале, так что пересматривайте вебинар. Значит, по поводу ограничения целей. Тоже, опять-таки, достигнуть всех целей невозможно. Вот вы решили стать предпринимателем. Три года поныкались, подтыклись. Значит, ну, как это, одуванчик боролся, значит, с большими монстрами на рынке. Олигархи победили. Ну, и, соответственно, вы разочарованы, и такой говорите, ну, все, я предпринимательством заниматься больше не буду. Вот, значит, пойду-ка я в наемный работник. Да, и буду вот работать наемным работником за 100 тысяч рублей. Ну, я что-то утрированно говорю, но все равно. То есть нужно понимать только одно. Если вы один раз, вот у вас что-то не получилось, это не значит, что это все будет. Дальше не нужно начинать. Это означает, что нужно просто пересмотреть еще раз свои ресурсы, оценить еще раз риски и выгоды, еще раз свои цели пересмотреть. Потому что цель не значит, что вы поставили на всю жизнь один раз. И вы всегда должны, наоборот, смотреть на то, почему вы, то есть, что вы не достигли где-то цели. Если вы цель достигаете очень легко, значит, цель, видимо, слишком маленькая для вас. Для вас как вот, ну, там, на неделю что-то такое поставили и быстро достигли. Нет. Вам нужно поставить цели, с одной стороны, достижимые, а с другой стороны, они должны быть немножко чуть выше, чем вы сейчас что-то имеете. Смысл там ставить цель, купить себе 12-й iPhone, если у вас сейчас уже есть 11-й, но понятно, что вы 12-й рано или поздно купите. Это, в общем-то, не цель. Да, это даже смысл, это как ставить цель, нет необходимости. А вот именно ставить такую цель, которая была бы чуть-чуть побольше. Помните, 2-3 дохода. Она, с одной стороны, большая, амбициозная, но, с другой стороны, это не миллион. Да, сразу, если у вас сейчас 50-й. Что вы можете сказать о постановке цели эксперта Брайана Трейси? Ну, у Брайана Трейси там «Привычки на миллион», по-моему, такая одна из известных книг. Ну, все там написано правильно. Главное, сейчас я вам расскажу, почему этого не происходит. Почему при тех прочитанных Брайанах Трейси, при том, что вы читаете умные книжки, слушаете кого-то с умными мыслями там, все это бесполезно, да, условно. Я же ничего вам нового не говорю, правда? Я вам говорю то, что на самом деле уже существует. Просто я это компоную каким-то образом, организовываю, что, в общем-то, хорошо, и спасибо за это мне. Но при этом, при всем, каких-то вот прямо новелл, каких-то безумных, я вам все не рассказала, это правда. Поэтому вопрос, на самом деле, в другом. Давайте на него посмотрим. Сейчас через слайд, внимание, минуточку. Сохраним интригу. Как нам проверить цели? Вообще, что такое цель на какие-то параметры обязательные? У нас там есть мечта, не знаю, там, зарабатывать миллион там или еще что-то. Или там мы хотим покупить дом у моря, там, не знаю, квартиру, еще что-то. Не имеет значения. Вот чем конкретнее вы сначала ставите свою цель, тем лучше. Не просто я хочу быть финансово независимым, а конкретная цифра, конкретная сумма. Тогда я, имея эту конкретную цифру, могу обратным счетом посчитать, какой мне нужен капитал для этого, и затем уже посмотреть, а вообще есть ли шанс у меня создать капитал, например, там, через 10 лет. Вот, например, хочу я 200 тысяч дохода ежемесячного. Капитал мне нужен для этого 24 миллиона, как минимум, половина. Есть ли у меня шанс 24 миллиона скопить капитала за 10 лет? Ну, наверное, в какой-то степени есть. В какой степени? Ну, неизвестно, в какой, на самом деле. Поэтому это слишком далекая, то есть слишком амбициозная для вас будет цель. Когда вы не понимаете, что цель для вас насколько, в принципе, достижима, вы даже ее просчитать не можете, то это для вас слишком амбициозная цель. Отказывайтесь от нее. Ставьте менее амбициозную цель. Возьмите, что пусть ваш пассивный доход будет, например, 30 годам в районе, там, не знаю, 50 тысяч в месяц. Очень хороший пассивный доход, поверьте. А к нему, например, если у вас активный доход, активный же никто не отменял, вы в активном возрасте. Поэтому всегда конкретизируйте результат. Второе – актуальность достижимости. Не факт, что вам сейчас нужно купить квартиру в ипотеку просто потому, что ставки стали низкие. Во-первых, цены на квартиры выросли, да, мы это все прекрасно видим. И квартиры стали менее доступными, чем были до того, как ставки, на самом деле, снизились. Вот это удивительная вещь, да, которая происходит. Ну и, естественно, если вам, например, вообще сейчас квартира нужна в аренду, и вы не знаете, где вы хотите жить, то, может быть, и нет смысла вообще покупать ее сейчас, тратить на это денежные средства. Кстати, не всегда ипотека бывает выгоднее аренды. Иногда аренда бывает выгоднее ипотеки. Надо просто все очень хорошо считать. Вот, и на это ориентироваться. Итак, временные рамки. Ну, дедлайны наши все. Если у вас у цели нет дедлайна, то можно сказать, что, в общем-то, цель не будет достигнута никогда. Поэтому вот эти вот три параметра соблюдаете, и можете с этими целями уже тогда куда-то двигаться. Так вот, что же нам мешает правильно оценить цели? Вот мы все знаем, все вроде поняли и конкретизировали, и все такое. А дальше у нас получается когнитивное искажение. Вот вы сами продемонстрировали сегодня когнитивные искажения, о которых я буду говорить в том числе. У нас есть понятие так называемое неприятие потерь. Что это такое? Это эффект, который был открыт Данилем Канеманом, за что получил он Нобелевскую премию. Заключается он, по сути, в том, что вы не хотите сейчас вкладываться, чтобы потом получить что-то, какой-то результат. То есть сейчас человеку сложно вложиться и постепенно, например, по 5 тысяч инвестировать каждый месяц, чтобы потом, когда-то, через 10 или через 20 лет, у него сложные проценты сработали на него, и он имел какой-то доход. Нет, ему тяжело сейчас. Он сейчас, получается, не может себе что-то позволить. Он сейчас вроде как проигрывает, не может позволить какой-то, не знаю, дополнительный айфон, машину купить, еще что-то, ему приходится откладывать на какие-то другие цели. И вот мы предполагаем, то есть человеку проще сейчас что-то потратить, чем сейчас вложиться и в будущем что-то получить. То же самое с обучением. Очень часто слышу, зачем мне нужно идти учиться, а я не знаю, там вообще не уверен, что это оправдается, что это вообще нам окупится. Ну, надо уметь считать, во-первых, образование, это не просто так инвестиции в образование тоже делать, но при этом, при всем не учиться – это не вариант. То есть нужно все считать. Вот если говорить, возвращаться опять к конкретному примеру по налоговому консультированию, я платила за это образование, это было мое первое платное образование, и я его отбила за два года. Я могу сразу сказать, что я, конечно же, не считала, когда я вкладывалась в это образование, потому что были денежные средства, я их вложила, но вы уже сейчас знаете, что это можно посчитать обратным счетом, смотреть, за сколько оно окупится. Считаете ли вы, что нужно сначала переехать в другое государство, чтобы иметь более успешный бизнес или условия в Российской Федерации достаточно? Ну, на самом деле, везде, во всех государствах сейчас одинаковая ситуация находится у бизнеса. Я же вам сказала, что рынок так устроен, что он стал менее конкурентным. И в Российской Федерации, если мы говорим с точки зрения налогов для предпринимателей, они гораздо ниже, чем в среднем по миру, чтобы вы понимали. То есть Российская Федерация совсем не на первом месте по налогам. Вот по налогам на тех, кто работает, особенно с низким доходом, Российская Федерация действительно приближена к европейскому уровню, потому что у нас чем ниже доход у работающего, тем больше у него сумма совокупная, которую он платит налогов с ним. То есть если доход ваш переваливает за миллион, то у вас начинаются льготы там, да, соответствующие по ФССП, по ФССу, по, соответственно, льготы по социальным, значит, по пенсионному фонду и так далее. То есть а здесь до, например, миллиона в год вы платите полностью все налоги, это 43%. Поэтому вот очень важный нюанс для себя понимать. С точки зрения бизнеса в России очень хорошие условия для его ведения, поэтому здесь вы можете однозначно бизнес открывать, поверьте. А с точки зрения принципа конкуренции на рынке с большими компаниями, и чем больше компания, тем она больше становится, никуда принцип не делся, он стал только еще хуже, чем был раньше, то да, здесь вам нужно заранее просто этот эффект учитывать. Возможно, вы создадите свою компанию и продадите ее какому-то большому, большой корпорации, которая у вас купит, что-то интересное, технологическое, например. Так, эффект дайнинга Крюгера. Очень часто что нам мешает? Мы с вами ставим какую-то цель и такие думаем, ну вот что нам, зачем нам какая-то вот непонятная, то есть зачем нам оценить риски и выгоды? Я все знаю в этой сфере, например, да? А почему вы все знаете? Потому что у человека, когда у него маленький круг знания, у него область соприкосновения с площадью незнания тоже маленькая. Ему кажется, что он, ну, все знает. Сейчас вот буквально еще одну книжку прочитать, и вообще все знает. Вот у меня обратная ситуация. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, сколько я не знаю. Кто знает, это парадокс, тот самый знание и незнание Сократа, да? То есть чем больше вы знаете, тем больше вы понимаете, сколько вы не знаете, потому что площадь соприкосновения с областью незнания увеличивается. Это нормально. То есть когда вы смотрите и с каждым годом думаете, боже мой, сколько же я всего еще не знаю. Поэтому это норма. Так вот, люди, которые обладают меньшими, на самом деле, компетенциями, они более склонны переоценивать свои ресурсы, свои, недооценивать риски, переоценивать свои ресурсы и вообще переоценивать себя. Вот это очень важный нюанс. Поэтому, расширяя свою область знания, когда вы учитесь, вы позволяете себе, соответственно, знать больше, а значит, что, значит, более адекватно оценивать при постановке целей свои ресурсы. Очень важный момент – взвешивать риски. Ошибка выжившего. Очень известная тема, которая, например, там, например, давайте Стива Джобса рассмотрим. Вот этот человек, который бросил вуз и сказал там, я учиться не буду, создал компанию, известен на весь мир, закончил, правда, не очень хорошо, удивительно совершенно, да? То есть у него включилось, давайте, такое лирическое отступление, магическое мышление. Он лечился, лечил рак некими соками, да, там, какие-нибудь такие, чем его там лечили, его, значит, врачи. И, соответственно, в итоге, ну, то есть жизнь его очень достаточно рано закончилась. А на самом деле его рак был операбельным, и он попал как раз в процент тех, у кого исход таких операций мог быть очень хорошим. Поэтому вот такая ситуация, вроде бы такой человек продвинутый, а магическое мышление сработало. И вот видите, в этих ситуациях никто не застыкован. Даже если вы из Ти Джобс, вы не застыкованы от магического мышления, в том числе в деньгах, да? Это к вопросу о том, что деньги не растут на дереве, на всякий случай, да, напоминаю. Вот у меня сейчас большой проект со спокойной ночи, малыши. Как раз там уже с детства понимаем, что, да, Буратино закопал монетки в землю зря, потому как деньги на деньги не растут. Если вы пока посадите денежное дерево, они тоже от этого не появляются в вашем доме. Там, какие у нас там примеры, приметы? Мусор не несем там ночью, там еще что-то, ну, там миллион есть, да? Все это не работает, конечно. Никакого отношения к реальным деньгам не имеет. Потому что вы понимали, это и есть разница в балансе критического и магического мышления. Что такое ошибка выжившего? Когда вы смотрите на успешного человека, и на самом деле вы не понимаете, а что вообще привело его к успеху. То есть если вы знаете четко, что он сделал первое, второе, третье, вот эти вот действия привели к успеху, вот эти действия привели, например, к каким-то негативным последствиям, тогда у вас больше понимания, и вы не совершите ошибки выжившего. Например, нам всем наверняка кажется, что самолеты падают очень часто, а в ДТП практически никто не погибает. Что на самом деле наоборот абсолютно, да? Потому что просто любое ДТП у нас не освещается, а когда если у нас с вами разбивается самолет, то в этой ситуации как раз-таки огромное идет освещение, и в связи с тем нам кажется, что, боже мой, самолет только и делает, что падает. То же самое с дельфинами. Дельфины спасают людей. На самом деле, конечно же, не спасают, а только убивают, да? Потому что дельфин просто играет с человеком, и если он его играючи два раза подкинул, сломав пару ребер, его выкинул на берег, ему повезло. Но те, которые не выживали, погибшие, они сказать ничего не могут. Поэтому это называется ошибка выжившего. Вот когда мы смотрим с вами на успешного человека, ориентируемся на него, почему я очень часто даю вот эти крепления конкретных действий в своей жизни, которые привели к чему-то хорошему, или, например, действия, которые не привели. Поэтому вот я конкретно их называю. Вот там не вела, не было финансовой подружки безопасности. До 25 лет не было финансовой стабильности. Это был плохой фактор, соответственно. При этом при всем училась, это привело к тому-то. Это хороший фактор. Потому что если вы не будете понимать, почему я сижу в этом кресле, для вас это будет выглядеть, и вы будете неправильно делать вывод, и будете смотреть через когнитивные искажения ошибка выжившего. Не могли бы вы назвать некоторые книги, которые наиболее всего влияли на вашу предпринимательскую деятельность? Я предпринимательской деятельностью никогда не занималась, если не считать моего учебника, который был выпущен. Но я больше расцениваю это как социальную деятельность. Поэтому на мой выбор вообще по жизни, ну, наверное, книги не влияли. Влияли люди, я могу сразу сказать. И тех сфер, которыми я занимаюсь, и социальных аспектов, это абсолютно только люди. Абсолютно правы говоря, что необходимо отслеживать судьбы тех, кто старался, кто пытался, кто добился и кто не добился. Да, вот очень важно смотреть на тех, кто не добился. И почему они не добились, да? Это вот ключевой момент. Итак, предвзяться подтверждение. Это еще одно когнитивное искажение, которое нам тоже мешает ставить цели и достигать. Вот мы все вроде бы знаем по алгоритму постановки, а все равно ошибаемся. Связано это с тем, что у нас есть желание быть правым. Но кто хочет выглядеть дураком? Ну, никто не хочет выглядеть дураком, естественно. Признать свою правоту, то есть неправоту, вернее. Я считаю, что это высший пилотаж, когда человек может прийти и сказать, слушай, я действительно был неправ. То есть вот я тут посмотрел, еще раз взвесил все факты, события, переоценил, проанализировал и считаю, что был неправ. То есть вот на самом деле все по-другому. Поэтому предвзяться подтверждение – это то когнитивное искажение, которое не позволяет нам видеть объективные факты. И, соответственно, наше убеждение, просто эти объективные факты не видят. То есть мы смотрим только на те факты, которые подтверждают нашу точку зрения. А на те, которые опровергают, мы даже не обращаем внимания, мы просто на них закрываем глаза. И вот именно их и ищем. Более того, прям поймайте себя на мысли, если вы заходите в интернет и ищете, например, по поиску что-то в строке, и выпадает что-то, что подтверждает вашу точку зрения, вас это радует. Как только что-то находите опровергающее, вы тут же такие – нет, нет, это что-то не то. Надо найти еще раз, что подтверждает. Нет. Вот всегда для того, чтобы правильно оценить свои ресурсы, выгоды и риски в будущем, обязательно смотрите на то, что опровергает вашу точку зрения, а что не подтверждает ее. Вот это важный аспект. Итак, двигаемся дальше. Что важно для постановки достижения целей? Вот сейчас варианты возможны некоторые. Вот есть такие люди, для которых все важно или там все интересно. Вот есть люди, у которых все важно. Вот напишите, вы про все важно или про все интересно? Как вам вообще? Мне вот лично, мне вот если бы я себя не контролировала, мне все интересно. Но здесь надо приходить всех контролировать. Я про все интересно. А кому-то все важно. В основном, когда мы говорим, что у вас, если целей много и все важно, то, скорее всего, вам нужно посмотреть, для кого вы эти цели реализуете. Очень часто, не всегда, но очень часто, такие люди работают не на себя, а на кого-то другого. Ну, условно выражаясь, цели поставили родители. Или родители заложили определенные установки. Или общество там давит тем, что ты должен быть успешным, ездить на Bentley или на чем-то еще. Лично я, являясь зампредом банка, уже очень давно, соответственно, хорошо зарабатывая, при этом при всем езжу на машине, которой сейчас будет в апреле 11 лет, это Volvo XC60. То есть я не иду по пути вот этого постоянного потребления, смены машины. Мне нравится моя машина. Мне она удовлетворяет во всех моих интересах, соответственно. То есть для семьи она просто прекрасна. И поэтому вот в моем понимании, то есть нужно очень четко понимать, то есть все-таки вы делаете это для кого-то или какие-то установки над вами давлеют. Это нужно проверить. Все интересно, я из той же серии, мне все интересно. Была бы я, если бы я родилась попозже в цифровую эпоху, боюсь, я бы впала в цифровую зависимость. Здесь только одно. Все интересно, потому что вы узнаете много нового из интернета, но по верхам. И когда вам все интересно, вы кажете, вау, какая новая мысль, какая интересная. И главное, что когда она кажется вам интересной, она еще кажется вам понятной. А знаете почему? Потому что в целом, если мы смотрим на какие-то разные, ну, разные у нас концепты жизненные, не знаю, там, про что-то, не знаю, вы хотите изучать там биологию, химию, они плюс-минус, когда вы смотрите на них сверху, понятны. Ну, то есть вы же не копаете вглубь, поэтому примерно все понятно. Ну, примерно понятно же, про что финансовая грамота. Примерно понятно. Примерно же понятно, про что инвестировали. Ну, примерно понятно. Но как только вы начинаете копать вглубь, дьявол в деталях. И в этот момент очень многим становится неинтересно. Поэтому для того, чтобы себя проверить, интересно вам это или нет, вы находите темы, которые вам интересны, и начинаете ее копать. Вы копаете дальше, дальше. Становится много сложностей. Вы видите огромное количество деталей. Вы начинаете думать, боже, какой бред, зачем это все придумали. Мне уже становится неинтересно. И вот мы этот момент, если вы пройдете эту стадию, и дальше все равно это для вас останется интересным, значит, это ваше. Если вы не проходите эту стадию, и у вас все вот так вот интересно только по верхам, то это означает, что это очень близко к цифровой зависимости, близко в основном к потреблению информации в любом ее виде, как в цифровом, так и не цифровом, но без глубокого погружения. Поэтому очень важно вот этот момент с глубоким погружением для себя отследить. Если своих целей нет, такие варианты тоже возможны. И ничего страшного нет в том, что вы ассимилируете цели, поставленные окружением. Например, родители поставили цель стать программистом. У меня вот есть интервью на канале с ребятами, которым 16-17 лет, так интересно послушать будет, я думаю, через несколько лет. И они отвечали на вопросы, как они пошли вообще учиться в втором курсе 17 лет, по-моему, парню. И он говорит, что вот мне родители сказали вообще стать программистом, но потом этот интерес у меня возник дополнительно, потому что пришел преподаватель, который, ну, скажем так, раскрыл вот этот интерес, и мне стало как-то более вообще вот глубоко интересно погрузиться. То есть так получается иногда, что да, цели ставятся другими людьми. Кстати, написать мой учебник по финансовой грамотности, я себе цель такой не ставила. Эту цель мне поставило издательство просвещения, то есть эта цель пришла извне. Я бы сама ее себе даже не догадалась поставить. Но при этом при всем я посмотрела, что эта цель просто потрясающая. Когда я ее ассимилировала, когда я написала учебник, я поняла, что это потрясающая цель, которой как раз вот мне и не хватало. Поэтому не ругайте родителей, если даже вдруг у вас таковые еще есть, которые кудахчат и, например, там хотят поставить вам какую-то цель. Ничего страшного в этом нет. Цель – заимствовать успешных людей только с оглядкой на ошибку выжившего. Помните, да, можно. Так, значит, мои родители настолько заняты всегда, что мне пришлось стать самостоятельно во всех направлениях. Да, действительно. Я помню, когда я поступала в институт, я просто позвонила маме, сказала, что я поступила в Плеханскую академию, мне было тогда 16,5 лет, вот, я рано пошла в школу, поэтому рано поступала, еще не было 17. И, при этом, при всем, вокруг были дети, вот, которые, рядом были родители, они держали им бутерброды. Ну, то есть, а мама у меня там была где-то на работе, вот, и я просто позвонила по факту и сказала, что вот такая ситуация. Поэтому, действительно, это у всех по-разному. Как обрести круг единомышленников, тем более в настоящее время? То есть, в настоящее время просто, Олесе, это доступно более чем. Сообщество. По интересам просто огромное количество. У вас даже, если интересы есть, вышивание крестиком, сидя на трубе, вы и такое найдете, я уверена. То есть, сейчас чем хорошо, что вы можете найти не только пару на другом конце земли, но и сообщество единомышленников на другом конце земли. В этом плане большой плюс. Пользуйтесь им. Соответственно, здесь важно для себя понимать, что возможности у вас открыты огромные. Сегодня у меня одна проблема – то, что моя компетенция создает высокую планку для остальных, и это мешает. Скорее всего, это из-за заниженной самооценки. Компетенция не может создавать планку для остальных, и это не может мешать. Если у вас высокие компетенции… Ну, мы же говорили про круг знания. Там тоже, на самом деле. Вот я вообще не говорю никогда, что у меня высокая компетенция, а просто потому что даже страшно, сколько я всего еще не знаю, честно могу сказать. Еще учиться и учиться, и жизни не хватит. Поэтому, наверное, нужно немножко посмотреть на когнитивные искажения. Итак, мне ничего не вкладывали от этого и конфликт. Я с детства сама выбираю. Это прекрасно. У вас прекрасно ответственность за себя. Все важное в первую очередь, а потом интересное. Нам все интересно, так как у студентов малый опыт, а мир нам кажется чем-то новым. Есть такой момент, на самом деле. Но помните одну простую вещь. У вас, кстати говоря, есть огромный шанс прожить свою жизнь очень долго. Если раньше в среднем человек жил 40 лет в 19 веке, может быть, в 18, потом в среднем жил лет 60, то сейчас есть шанс дожить до 70, до 80. Поэтому попробуйте выстроить свою жизнь, чтобы она была не только интересной сейчас, но и сохранялась для вас интересной на протяжении всего времени. Так, что делать, если цели не достигаются? Давайте посмотрим на вот этот вот маленький момент. Значит, систематически маленькие шаги. Возвращаемся еще раз к вашим миллиардам и миллионам, которые вы хотите заработать. Их нет. У меня всегда было поступательное движение постепенное. Никогда в жизни я не перескочила на ступеньку, на огромную, где, соответственно, например, я зарабатывала сразу много. Наоборот, у меня один раз для того, чтобы поменять полностью деятельность с... Вот той, о которой я вам говорила, Московская сотовая связь, где я была оператором на телефоне, на юриста. Мне пришлось как раз наоборот, в два раза снизить свою зарплату, чтобы выйти на помощника юриста. То есть я начала, по сути, с нуля. Я себе могла это позволить. У меня был определенный там запас небольшой. И, соответственно, вот... Правда, он быстро закончился. Вот, но до 25 было сложновато так регулироваться, и финансы сложновато. Но в любом случае, то есть у меня было наоборот, когда я, наоборот, с больших денег уходила на меньшие. А вот того, чтобы прям вот неожиданно как-то переходила на большие, совершенно неожиданно такого никогда не было. Поэтому, может быть, есть другие примеры, но я не такой пример. Поэтому, да, все постепенно, маленькие шаги, одна лекция, одна встреча, собеседование, лиц, задачи, все что угодно. Еще одна вещь, которая всегда мне помогала, это желание и обязательство. Ваше желание пробежать, стать бегуном, там, не знаю, бегать в марафоны, может закончиться через два месяца. Ну, потому что есть такое слово, как дисциплина. И дисциплина – это то, что, ну, многим сейчас очень сложно поддерживать. Вообще всем сложно поддерживать, и мне тоже тяжело. Поэтому я, например, как себя дисциплинирую в спорте. Заранее плачу за занятия. Заранее оплаченное занятие все-таки подталкивает меня пойти и не пропустить спорт в любом случае. Да, это очень важный момент. Поддерживает мою мотивацию. Вот это обязательство. То есть обязательство, которое заранее проплачено. Даже есть исследования, подтверждающие, что если люди оплатили билеты, например, на концерт, на самолет, то они реже опаздывают, чем когда, например, у них не было оплаты стопроцентной на самолет или на концерт. Это очень важный момент. То есть когда у нас есть некое обязательство, или, например, я обязана уже где-то выступить, мне все равно надо подготовиться. Мы все немножко ленивые. Я тоже немножко ленивая даже до сих пор. И, конечно, я себя тоже стараюсь мотивировать. Это желание и обязательство. Я знаю, что у меня есть выступление, я к нему буду готовиться. Соответственно, обязательно себя поддерживайте. Не надейтесь на вашу фантастическую какую-то мотивацию, которая будет сама поддерживаться, и вы будете прекрасно идти к цели на собственной батарейке. Она будет заканчиваться, вам будет хотеться ничего не делать, все бросить, и вообще уже все надоест. Такие варианты будут однозначны. Прямо даже я вам обещаю, они стопроцентно будут. Поэтому себя старайтесь страховать вот таким обязательством. Итак, когда мы с вами уже проговорили цели, мы переходим к следующему шагу, это личному финансовому планированию. Сейчас будет больше такого теоретического аспекта, но я постараюсь эту теорию немножечко вам переводить в инвестиционный блок и в накопление. Вот сейчас, может быть, даже поотвечаю на те вопросы, которые вы мне писали до этого, да? Про финансовую подушку, сейчас там вкладываются в денежные средства и все остальное. Давайте я буду сейчас немножечко про это говорить, про то, когда мы с вами будем говорить о личном финансовом плане. Значит, итак, первый шаг – ставим финансовые цели. Второй – оцениваем свои активы по силе, то бишь ресурсы, помните, да? Третье – мы понимаем, какие у нас расходы и доходы, в том числе по нашим активам, и сводим финансовый план. Итак, первый шаг мы прошли. У нас была целая глава, посвященная исключительно финансовым целям. Вот только так их нужно ставить. Напомню, три параметра. Конкретное, актуальное для вас и достижимое, то есть достижимое и актуальное, но при этом чуть-чуть отстоящее. И третье – дедлайн. Если вы ставите цель, я хочу себе миллиард заработать, но при этом при всем не знаю, когда, ну, цели нет, все, точку. Итак, про активы. Что у нас с активами? У нас с вами есть, по сути, активы, которые можно разделить на несколько кластеров. Вообще их там миллион кластеров активов, вот я так и делаю. Материальные или реальные, то есть какие-то имеющие вещественную форму, недвижимость, транспорт, такого плана, да, активы. Нематериальные, например, вы могли написать какую-то книгу, вы ведете свой YouTube-канал, и ваш блог тоже давать, может, вам монетизацию некую. И финансовые активы – это акции, облигации, деньги в банках. Когда мы говорим об активах, очень важный момент отличия актива от пассива, ну, собственно говоря, это известная тема Киосаки, и все, что приносит вам доход – это актив, все, что у вас забирает доход – это пассив. То есть если у вас есть дача, на которую вы приезжаете раз в год, да, и машина, на которой вы ездите раз в год на эту дачу, то, наверное, оба этих объекта являются в большей степени пассивами, а не активами. И, наверное, их нужно как раз-таки продать для того, чтобы начать создавать активы, в том числе, например, на финансовом рынке, да, потому что тогда у вас есть шанс хоть какие-то создавать дополнительные, потому что на финансовом рынке вы будете вкладываться в инструменты, мы с вами будем это разбирать подробно, которые работают на вас. А если инструмент ничего не приносит, кроме того, что вы платите расходы, налоги, содержание, риски пожара, затопления, всего остального – вот это уже проблема. Поэтому очень четко для себя нужно ранжировать вот такого рода аспекты, да, именно материальные, нематериальные и финансовые. То есть все должно работать. По поводу, значит, под 0,01% счета. Про такой счет я не знаю, я не знаю, вообще не представляю себе, зачем нужен такой счет, это, скорее всего, обычно довостребование счета, так называемый. Если мы говорим о накопительных счетах, то обычно там сейчас ставка до 3,5%, да, депозит, вклад, они более четкие на конкретные сроки, там ставка будет, может быть, чуть выше, 4-4,5%, но не больше в любом случае, да. Сейчас просто сами по себе низкие ставки. Поэтому вот с накопительным счетом 3,5% – это более-менее нормально, когда вы можете снять и пополнить любую сумму. Такие средства нужны, вот такие вот счета, нужны для того, чтобы вам туда положить финансовую подушку безопасности, потому что ее нужно снять, если что, быстро. Второе – они нужны для накопления на короткие финансовые цели. Если до вашей финансовой цели, в прошлый раз обсуждали, меньше одного года, то мы никогда не вкладываемся в акции, никогда от слова совсем, потому что акции могут просесть, у нас есть такие президенты на российском рынке, и не отрасти 12 лет. 12 лет прошло, а акции еще, например, компании конкретные, как были на уровне 2008 года, так и остались. Пали они с 2007-2008 достаточно на приличную сумму. Поэтому да, мы на долгосрочные сроки выбираем акции, но когда речь идет о краткосрочных каких-то вещах, о целях до года, только консервативный инструмент. Это накопительные счета и депозиты. Когда у нас с вами финансовая цель, соответственно, мы выбираем финансовую цель от 3 до 5 лет, там мы можем постепенно добавлять акции в наш портфель, как и в виде биржевых фондов, которые мы будем плотно разбирать в следующий раз. Так, собственно говоря, в виде самих акций, которые тоже можно покупать, как российские, так и зарубежные. Естественно, налогообложение будет отличаться. Итак, значит, далее, если у вас цель совсем долгосрочная, то вы можете уже добавлять большую часть акций. Но даже если ваша цель через 30 лет, например, там, накопить на пенсию, а вам сейчас там, не знаю, 20, то у вас в портфеле не может быть ни при каких обстоятельствах 100% акций. Там должно быть максимум 75% акций, а остальное все равно консервативный инструмент. Почему должно быть в таком виде в портфеле? Это было в прошлый раз, мы разбирали с вами портфельную теорию. Смотрите, и уже в следующем раз будете больше готовы. Итак, активы оцениваем по доходности, которые они нам приносят, и по тем расходам, которые они вместе с собой несут. Это очень важный момент. Оцениваем пассивы. То есть пассивы – это наши долги, по сути, те, кому мы должны. У нас есть с вами собственные средства и есть заемные, да, потому что то, что мы заработали сами, это очень здорово, замечательно, это наши деньги, мы можем их инвестировать, а заемные – это те, по которым мы платим проценты. И вот здесь очень важно понимать, что чем выше процент долгов, процент по долгам, которые вы платите, тем больше это вас засасывает в кредитную кабалу. Особенно микрофинансовые организации, особенно микрозаймы. Друзья, это просто катастрофа. Один процент в день – это катастрофа. Это 365% в год, чтобы вы понимали. 365% в год. Сейчас ограничили, конечно, максимальную задолженность по такого рода займам, как если, например, вы взяли 10 тысяч рублей и не отдали их в микрозайме. То есть, естественно, у вас не накопится там за несколько лет, там, не знаю, миллион, а такое бывало, да? А у вас будет максимум еще 15 тысяч. То есть полтора долга, полтора долга от основной суммы. То есть 10 плюс 15. Но в любом случае мы понимаем, что любые вложения в микрофинанс, вернее, любые кредиты, взятые в микрофинансовые организации, это, конечно же, очень часто нас засасывает в кабалу кредитную. Поэтому нужно сохранять свою кредитную историю чистой, чтобы иметь доступ к дешевым деньгам. Дешевые деньги – это, конечно же, в основном банк. Итак, по расходам и доходам, на что хочу обратить внимание. Здесь мы говорим о том, что расходы – это то, что нам нужно записывать. Скажите, пожалуйста, напишите мне цифру 6, кто ведет учет доходов-расходов, неважно в том, хоть в приложении, хоть в Google Docs, хоть в Excel, хоть на тетрадке, не имеет значения. И поставьте мне цифру 7, кто не ведет ни в чем. Вот 7, кто не ведет ни в чем, да? 6, кто ведет. В чем смысл ведения расходов? Дело в том, что мы, во-первых, с вами склонны не замечать каких-то расходов. Это нормально. Но если вы хотя бы один раз не поленитесь, я не делаю, поверьте, каждый день, я не считаю, сколько кофе я выпила, сколько, не знаю, шоколадок я съела, если что, я купила. То есть такого нет. Но я делаю, например, если у меня ничего не меняется в моей жизни, то я на месяц веду расходы четко там, как бы, каждый день, потом их букирую, смотрю, сколько примерно в день я трачу, и если я никуда не приехала, у меня там, не знаю, нет дополнительных, не появились дополнительные расходы на аренду, или, напротив, там у меня не появились какие-то иждивенцы, то в этой ситуации ничего не меняется, да? Вы не вышли замуж, у вас, не знаю, не приехали к вам родители, и расходы не увеличились. То есть в этой ситуации, да, вы можете уже дальше там в течение, например, какого-то времени не заниматься вот этой вот мототеней, потому что она выбивает, конечно, да, и вот это никто не хочет этим заниматься, но и не надо заниматься постоянно. Раз в полгода вообще идеально. Если вы будете делать раз в год, это уже хорошо, без изменения обстоятельств. Как только обстоятельства поменялись, сменили место жительства, даже если вы сменили в пределах одного города, все, возможно, нужно все равно пересчитать. Вы пойдете мимо другой кофейни, там кофе может стоить по-другому. Вот эти мелочи, из них складывается вот это вот, тема, потому что экономия на мелочах, в сложных процентах на больших сроках вы очень хорошо выигрываете. Кстати, мы с вами об этом говорили, когда говорили о брокерах. Почему выигрывает ли они вы инвестор? Потому что он не платит вот эти, казалось бы, небольшие крохи брокерам за сделки. Когда вы покупили акции и держите их продолжительно, помимо того, что вы выиграете на налогах, вы еще постоянно не трейдите, то есть не продаете, не покупаете, а ведь каждая сделка – это комиссия брокера. И вот эти вроде бы, кажется, небольшие комиссии, да, они сейчас 0,05%, у некоторых даже меньше, у кого хорошие тарифные планы. Но при этом, при всем, поймите, вот из этих копеечек маленьких и собирается тот самый ваш капитал на длительных сроках – 20, 30, 40 лет, да, соответственно, там огромные суммы будут. У меня есть расчет, посмотрите видео на моем канале, как накопить на мечту. Там расчет следующий, что мы берем с вами по 5 тысяч с 20 лет, и каждый год, начиная с 20 лет, к 60 мы откладываем 5 тысяч каждый месяц, не год, а в месяц, 5 тысяч в месяц. И, соответственно, мы имеем 2,4 миллиона накопленных за 40 лет из своих денежных средств, и сложные проценты при этом составляют 30 миллионов. Понимание, 30 миллионов – сложные проценты, и 2,4 миллиона – это ваши деньги. Есть разница? Есть. А суммы, кажется, не очень большие. Поэтому вот такие вот небольшие вещи, они влияют на то, что вы в итоге получаете в своей финансовой независимости, в той же пенсии. Ну и, конечно же, мы по расходам смотрим на приоритеты. Возвращаемся в наш возраст номер 2. Мы начали зарабатывать. У нас очень все классно идет, хорошо, хочется много себе позволить. Мне тоже очень много всего хотелось позволить. Сразу могу сказать, очень хотелось путешествовать, и это надо делать. Но когда вы даже путешествуете, есть шанс все-таки путешествовать оптимально. Есть шанс не очень оптимально путешествовать. Поэтому выбирайте оптимальные путешествия. Поверьте, эти денежные средства пригодятся вам на путешествия, потому что ваша жизнь будет очень-очень длинной, и вы еще много куда съездите. О доходах. Здесь нужно учитывать важные моменты. Первое – учитывать все доходы. Вот если вы хотите стать предпринимателем. Вот удивительная вещь. Сколько раз не слышу ни один предприниматель, который хочет им стать, никогда не узнает, какие меры господдержки есть. Ведь, понимаете, предпринимательство по своей сути, что это такое, малый бизнес? Это занятость населения. Что такое занятость населения? Это отсутствие криминала, потому что в предпринимательстве у нас много мужчин, соответственно, молодых, активных, да, это тестостерон. Поэтому, когда мы говорим о малом бизнесе, особенно вот на 20-30 лет, это, соответственно, занятость населения. Это здорово. Помимо того, что вы будете иметь доход, вы еще будете при деле, и, как говорится, вам будет некогда думать о чем-то плохом. Это важный момент еще и социально-экономический. Именно поэтому государство поддерживает предпринимателей. Поэтому посмотрите, вот, например, хотите вы стать предпринимателем? А что в Москве, в Санкт-Петербурге, в другом каком-то городе? Какая поддержка, какие формы поддержки есть? А их много. Потому что вы начинаете сразу с нуля, и вот я сам буду делать. Да посмотрите, не гнушайтесь этой поддержкой. Так, собственно говоря, когда вы говорите, когда вы создаете семью или что-то еще, у вас есть поддержка для многодетных семей, поддержка для детьми и детьми, есть материнский капитал. Вот все это нужно учитывать в ваших доходах, потому что это все важно. Ну и, конечно же, правило номер один – это прежде чем задумать любой расход, любой расход, сначала сформируем под него доход. Когда мы сформировали под него доход, нарисовали его, просчитали, тогда этот расход может быть осуществлен. Это очень важный нюанс, чтобы не влезть в кредитную кабалу. Итак, сводим в единый финансовый план. Я думаю, что все знают золотое правило накопления, что нужно отложить вначале. Поставьте плюсик, кто знает, или кто не знает, поставьте минус. Что нужно отложить вначале для того, чтобы что-то накопить, золотое правило. Так, напишите мне теперь, почему не получается отложить вначале? Какие возражения есть против этого? Почему все-таки нет шансов отложить вначале? Вот что происходит в этот момент? Почему вы вначале не откладываете? Нет уверенности в поддержке. В поддержке кого? Здесь нужно надеяться только на себя. Никто другой ничего за вас не сделает. Живу здесь сейчас, хочу себя радовать. Так, тоже позиция, согласна. Какие еще есть варианты, почему не получается откладывать? Еще варианты есть. Обычно у меня, когда возрастная аудитория, какая-то учителя, я им делаю вебинары тоже, они говорят, денег нет. Я мало зарабатываю, у меня нет денег абсолютно. Вот. И не могу себе позволить вообще отложить. И самое страшное, что я вам сейчас скажу, что денег не будет никогда. И их практически никогда не будет хватать. Дисциплина того, чтобы отложить денежные средства, не зависят от количества вашего заработка. Я зарабатывала очень много, ничего не откладывала. И иногда даже у меня были кредиты, долги. Соответственно, да. При этом, когда я зарабатывала там до этого меньше, иногда умудряла что-то даже отложить. Не всегда, но все равно. То есть до 25 лет, я вам говорила, такое было волнообразное движение. То много денег, то денег нет и так далее. В любом случае, то есть еще раз, никаким образом не зависит от дохода. Есть вот, например, кто меня пишет на канале, девушки, что вот, не знаю, продают свое молоко. Когда там есть корова, продают молоко, откладывают по 1000 рублей в месяц. Казалось бы, 1000 рублей в месяц, но что мне ее откладывать? Вот именно с этого надо начинать, потому что вопрос связан с привычкой. Вот тот самый Брайан Трейси, когда говорил о привычках на миллион. Вот на миллион привычка откладывать здесь и сейчас. Если вы 10% откладывать будете с 10 тысяч рублей, то вы и с миллиона будете откладывать 10%. А если вы не откладываете 10% с 10 тысяч, то вы с миллиона не будете откладывать. Не имеет значения. Поэтому научитесь даже с самого маленького дохода откладывать маленькие суммы. Это нормально. Не нужно этого стыдиться, как-то гнушаться. Вот именно по маленьким суммам так и откладывать. И это в части сложных процентов, я уже привела вам пример, это сумасшедший день. Так, начинаешь откладывать и начинаешь думать, когда такие параметры будут, как привлечь тех, кто будет с тобой, как правильно понять, на кого надеяться. Ничего не поняла? Да, если честно, поскольку, когда отложишь, начнешь, для развития нужны контракты, договора, нужны партнеры, которые будут с тобой создавать, это тоже деньги. Я понимаю, вы на предпринимательстве говорите. Нет, здесь вопрос просто дисциплины. Не важно. Тем более, если вы предприниматель, это повышенный риск. 10% отложить никто, кроме вас, за вас ответственность нести не может. Ваша финансовая подушка безопасности, она формируется из этих 10%. Ваши деньги на постоянный пассивный доход в будущем, на ваши инвестиционные, на брокерские счета, формируются из этих 10%. Ваши деньги на отпуск, покупку квартиры, образование свое и детей формируются из этих 10%. Вот эти вот несчастные 10%, неважно, сколько они будут, это и есть та самая база, с которой нужно начинать. Поэтому всегда, вот прям вот, как отчий наш запомнит, 10% должны отложить. Это должно быть привычкой. Итак, далее, после этого мы расставляем приоритеты. Естественно, да, еще раз смотрим на наши расходы и доходы, ну, ищем дополнительные доходы. Вообще, продажа неликвидных активов, я вам уже говорила, очень способствует тому, что вы можете, например, денежные средства ввести на, ну, то есть, внести дополнительно на брокерский счет. Я вот, например, в прошлом году, вроде бы, уже достаточно денежных средств на инвестирование, но я решила сделать в начале прошлого года расхламление, что я называю. И у меня было две шубы, которые я хотела продать. Одну продала за небольшую сумму, вторую за побольше, и все денежные средства вложила на брокерский счет. Совокупно, конечно, в части того брокерского счета, сколько денег там лежит, это, конечно, может быть и небольшая сумма, но я не гнушаюсь никакой суммой для того, чтобы она на брокерском счете работала на меня. Да, поэтому это очень важно для себя понимать. Ничего страшного в этом нет. Любая сумма, которая есть, хоть 5 тысяч рублей, вы там что-то продали за 5 тысяч рублей, за тысячу рублей, вкладываете ее на брокерский счет. Ну, давайте посмотрим, сколько можно накопить. Смотрите внимательно. Вот сейчас, да, как раз-таки расчет накоплений. 5 тысяч рублей, да, смотрите, я вам говорила уже про 2,4 миллиона. 2,4 миллиона будет ваших, и 29,5 будет сложных процентов. То есть так работает механизм сложных процентов, когда проценты накапливаются на проценты. То есть у вас, например, был вклад, там, 5 тысяч 12 месяцев, к нему прибавляются проценты, и уже теперь на совокупные с процентами вклады начисляются проценты, да, и так далее каждый год. Посмотрите, какая колоссальная разница. А теперь посмотрите еще, обратите внимание, на разницу с 30 лет и с 50. То есть если вы собираетесь копить уже ближе к пенсии, то либо вариант такой, либо вы меньше накопите, либо вам нужно откладывать больше. Посмотрите разницу. 0,6 ваших средств, и всего лишь вы получаете в итоге 1 миллион с копейкой. То же самое на горизонте с 30 лет немножко получше ситуация, но все равно, посмотрите, какая разница. Кстати, помните, я вам говорила, что с 30 лет я, как раз, пропустила этот период, это была моя ошибка, где я недополучила. А посмотрите разницу, которую вы можете получить, если вы начнете в 20, да. Давайте ее оцифруем, да, то есть что нам без цифр-то говорить. Вот у нас с вами разница в 20 миллионов. 20 миллионов на дороге к пенсии, которые не валяются, и вы вполне можете их инвестировать, может быть, даже с еще лучшим, лучшей ставкой какой-то, возможно, вы заработаете больше, да, поэтому здесь все в ваших руках. Поэтому да, вот здесь конкретный наглядный пример. 20 миллионов – это та разница, если вы начинаете инвестировать в 20, или вы начинаете инвестировать в 30. Вот и все. То есть конкретная оцифрованная разница. Больше денег будете вкладывать, значит, больше будет эта разница, понимаете, да? То есть это 5 тысяч в месяц. Если можете вкладывать больше, значит, эта разница может быть в два раза больше. Вложите 10 тысяч, значит, эта разница будет уже 40 миллионов в пенсии. Ну, это неплохой вообще-то так доход дополнительно. Итак, не составлять планов, значит, запланировать свое поражение. Не знаю точно, но говорят, что принадлежит это как раз таким Абжамину Франклину. Мне фраза нравится, я считаю, что она правильная. Лучше составлять план и сделать хоть как-то, чем не составлять планов и не делать ничего, а ждать, что кто-то за вас что-то сделает. В чем здесь подвох? Подвох заключается в том, что сделают так, как нужно не вам, а кому-то другому. Ведь проблема заключается в планировании, что вы планируете свою жизнь. Если вы ее не планируете, вы становитесь пешкой в чужой игре. Поэтому, если вы хотите ее планировать, понятно, что мы все являемся частью какой-то игры, мы все являемся частью каких-то взаимоотношений, но здесь у вас есть какой-то шанс влиять, быть ответственным за свою жизнь. А если, конечно, вы совсем не планируете, то есть шанс запланировать действительно поражение. И это не очень будет, как это будет, печально к пенсии. Как сейчас очень у многих есть на пенсии ситуация нехорошая. С одной стороны, мы жить стали дольше, но, правда, качество жизни на пенсии, как вы понимаете, у многих остается оставлять желать лучшего. Ну что ж, мои контакты на экране. Если есть вопросы, готовы ответить, в том числе, которые не связаны с вебинаром. Следующий вебинар у нас с вами будет, если мне организаторы напомнят, когда это будет здорово. Да, давайте, может быть, я сейчас посмотрю у себя в календаре, когда он будет. Так, МГИМО. Вот, 17 февраля финансовые инструменты начинающего инвестора. Будем говорить о конкретике, о том, как как раз-таки вложить тысячу рублей. То есть все это будем обсуждать. Надеюсь, про предпринимательство меня услышали, поняли. То есть, может быть, есть какие-то идеи, которые вам понравились. Посмотрите на эту тему, загуглите. Много информации интересной, поэтому думаю, что будет полезно. Так, все-таки повторю вопрос про сбер. А что про него повторять? Ну, я не знаю, что это за услуга. Как ее прокомментировать? Ну, то есть это странная услуга. Я думаю, что здесь тема, связанная именно с тем, что это счет до востребований. Либо вы немножко не поняли, что 0,01% это возможно на деньги, которые хранятся, например, до, там, не знаю, в течение дня вы их снимаете, тут же пополняете. А если денежные средства на копительном счете хранятся какое-то время, да, например, там, 30 дней или 40, на них уже начисляются какие-то ставки. Там обычно в районе 2,5-3,5% вы будете получать. Это нормально. Инфляция, конечно же, больше. Более того, чем вы беднее, тем больше для вас инфляция. То есть у бедных слоев населения инфляция высокая, у богатых слоев населения инфляция низкая. Потому что когда у нас, сами говорят, среднюю инфляцию по стране, там, 5%, вы такие, да какой кошмар-то, гречка выросла, вон, как сильно вообще. И туалетная бумага подорожала, да, соответственно. Но это связано с тем, что именно такие товары подорожали, а вот другие товары, например, подешевели, да, какие-то. Но это же, как это, средняя по больнице, это же могут быть и промышленные товары, да, в том числе, которые вы не используете вообще никаким образом. Поэтому, да, это считается в целом. А вот если мы говорим о конкретной инфляции для конкретного человека, она для всех будет разная. Да, чем вы, соответственно, меньше, то есть чем ниже ваш уровень жизни, тем больше у вас инфляция. Особенно, я думаю, вы это смогли заметить в 2020 году. Это стало очевидным, да. Итак, я вас благодарю за ваше внимание. Внимание, валюта 21 века. И вас жду 17 февраля. Сейчас даже скажу, во сколько я вас жду. На вебинар по финансовым инструментам. Также будет в 16.00. Да, буквально через три недели уже встречаемся с вами. Готовьте ваши вопросы, готовьте ваши портфели. И будем с вами смотреть. Чем конкретно советуете начать свою предпринимательскую деятельность студенту? Сходить, узнать, какая поддержка есть в ближайшем центре какого-нибудь поддержки. Сходите в центр МСП, посмотрите, что там поддерживают, какое обучение вы можете пройти. И там дальше уже посмотрите. Иногда я задаю резкие прямые вопросы. Знаю, однако для моей юридической деятельности важно знать на них ответ. Особенно, когда приходят люди ко мне. Ну, это, да, резкие вопросы. Это у нас так, как в России, принято задавать резкие вопросы. Кстати, в Штатах это очень непринято. И на Западе вообще такая культура общения более мягкая. А у нас, да, у нас такая более прямая. Прямо в лоб сразу сказать все, что думаешь. Ну что ж, друзья, я вас благодарю за внимание. Вот, и желаю вам хорошего вечера. Запись вебинара будет. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Продолжение следует...